Марина Сергеевна Кобылова приехала из Арзамаса. 11 лет назад ее мужу от работы дали служебное жилье. Сейчас она хочет квартиру приватизировать. Тут и начались проблемы. Работодатель отказал, суд тоже. Обратилась в ассоциацию юристов. Мне сейчас Сергей Игоревич дал подробную консультацию. И в плане профессиональном плане, и в житейском плане он мне очень сильно помог. Порядок начисления платы за электроэнергию, ОДН, приватизация, долевое участие в строительстве. Вопросов у людей много. Без внимания не остается ни один из них. В свое время была заказана кухонная мебель. Исполнитель не исполнил свои обязательства. Мной был поддан заявление в суд. Я суд выиграл. Передал исполнительный лист судебным приставам. И на этом все закончилось. И, соответственно, я обратился с вопросом о бездействии службы судебных приставов. Дали консультацию. Порекомендовали обратиться в прокуратуру. Еще одна проблема – использование материнского капитала. В последнее время участили случаи мошенничества. И законодатели вводят новые нормы. Теперь, чтобы, например, потратить деньги на покупку жилья, придется побегать по инстанциям. Это достаточно скрупулезная процедура, в чине которой необходимо пройти и Пенсионный фонд России, который, соответственно, выдает средства, и органы Росреестра, органы, которые регистрируют переход права собственности на квартиру, на жилье. Это и нотариус с доверенностью и письменным обязательством в отношении детей о передаче прав на эту квартиру в будущем. И некоторые другие инстанции, которые родители должны пройти для того, чтобы отчитаться за расходование средств материнского капитала. Всего в день оказания бесплатной юридической помощи здесь примут около 80 человек. Причем приезжают и из районов области – Арзамасский, Первомайский, Сокольский, Богородский. Поток людей не прекращается ни на минуту. Люди идут, люди записываются, как бы даже имеется у нас, к сожалению, небольшая очередь, да, то есть, соответственно, на данный вид мероприятий имеется у людей спрос. Такие акции Нижегородское отделение Ассоциации юристов России проводят раз в квартал, но учитывая количество людей, которые просят о помощи, здесь уже задумываются о том, чтобы бесплатная юридическая помощь предоставлялась раз в месяц. Александр Быков, Алексей Заволов. Объективно. ННТВ. Продолжение следует...